Новости Таллина Едва не успели стихнуть страсти в связи с тем, что нового мэра столицы выбрали только с третьей попытки, да и то с минимальным перевесом голосов, как тема прошедших воскресных выборов снова оказалась во главе повестки дня. Центристская партия высказала подозрение, что на воскресном заседании Таллинского собрания, на котором были избраны новый мэр и гору права, четыре партии правящей коалиции использовали при голосовании маркировку бюллетеней, чтобы понять, кто как проголосовал. По мнению центристов, речь идет о нарушении тайны голосования. Мы посмотрели бюллетени первого раунда, там не нашли ничего особенного. Когда мы посмотрели бюллетени второго раунда, второго раунда там уже было видно, что кто-то поставил галочку, кто-то поставил куда-то крестик, но мы тоже из этого не сделали больших выводов. Но когда мы стали смотреть третий раунд, получилось, что у каждой фракции был свой метод обозначения, как они голосовали. То есть у нас четыре разных фракции, и было четыре разных метода, как люди голосовали. Технические бюллетени не были подделаны, но, по мнению центристов, возникает вопрос, обеспечивается ли таким поведением тайна голосования. Еще в воскресенье бывший мэр Таллина Михаил Кылвард после оглашения результата выборов выразил протест, утверждая, что от депутатов горсобрания требовали фотографировать свои листы для голосования. Хотя нынешняя столичная власть в день выборов думала совершенно иначе. Я об этом ничего не знаю. Голосование, конечно же, тайное. Если кто-то хочет поделиться своим результатом голосования, то это право у человека есть. Но однозначно должно быть обеспечено, чтобы человек имел возможность голосовать без давления. Насколько мне известно в таких случаях, чтобы кто-то под давлением принял решение сегодня, этого нет. А касательно фотографирования бюллетеня я не фотографировал, не знаю никого, кто фотографировал. Я лично не видел, кто это сделал, или лично не видел этой фотографии. Если действительно вопрос есть, то нужно рассмотреть этот вопрос, наверное, дальше, если у центристской фракции есть желание рассматривать этот процесс. И вот новый поворот событий. Вновь председатель Таллинского горсобрания Марис Сильд, социал-демократка, и на этот раз считает, что в каком углу находятся отметки, указывающие, за кого отдан голос, вообще никак не влияет на ситуацию, поскольку голоса отданы и подсчитаны. Все проголосовавшие сделали это по своей воле. Был получен 41 голос. Все крестики были поставлены в ячейки. Хочу отметить, что в комиссии по выборам мэра были представители всех присутствующих фракций. Ее возглавляла член центристской партии Хельвы Сяргова. И то, где находятся крестики на избирательном бюллетене в верхнем или нижнем углу квадрата, никак не влияет на результаты выборов. Но вот в госслужбе по организации выборов полагают, что в данной ситуации есть вопросы, на которые все же необходимо будет ответить во избежание ухудшения положения. Если бы все избиратели стали маркировать свой голос на бюллетенях различными способами, то тогда не было бы никакой гарантии, что речь идет о тайном голосовании. Если мы доведем это до крайности, то неужели люди должны будут ставить свои подписи на листе для голосования? Тогда оно уж точно не будет тайным. В данном случае возникают вопросы к организаторам выборов. Имеются ли в таком случае нарушения в тайном голосовании или нет? Центристская фракция планирует несколько шагов. Во-первых, центристы хотят обратиться к канцлеру права Юли Мадиза, чтобы она дала оценку нынешнему положению в связи с бюллетенями. Для нас важно понять, какие принципы были нарушены и какие дальнейшие шаги. Второй шаг. Мы хотим обратиться также в правовые органы, чтобы понять, было ли давление на депутатов, какие были нарушены принципы, и можно ли здесь найти еще какие-то правовые нарушения. Статья 45-я, часть 3-я закона о местном самоуправлении гласит, что выборы лиц осуществляются путем тайного голосования, результаты которого оформляются в виде решения собрания. На странице valamisset.e тайное голосование трактуется следующим образом. Цитата. «Каждый избиратель имеет право голосовать так, чтобы никто, вопреки его желанию, не узнал, как он проголосовал и голосовал ли он». Конец цитаты. Сергей Овченков, Михаил Владиславлив, Виталий Савинский, Йонас Киммель. Новости Таллина. Не специалисту может показаться, что рынок труда и ситуация на нем не входят в сферу основных интересов банков, в том числе и Банка Эстонии. На самом деле занятость, а следовательно рост налогов, готовность населения тратить деньги, а бизнесменов делать новые инвестиции тесно взаимосвязаны. В частности, поэтому главный банк страны регулярно анализирует не только финансовую составляющую, но и ситуацию на рынке труда. И хотя безработица и будет расти, некоторые уроки вся Европа уже усвоила. Сегодня финансисты поделились результатами исследования трудозанятости, с которыми ознакомился Михаил Владиславлив. Эстония и вся европейская экономика переживают длительный экономический спад. Выход из кризиса также будет долгим и непростым. Однако позитивной новостью можно считать то, что хотя безработица и выросла, обвала рынка труда все-таки не произошло. После ковидного опыта бизнес стал понимать, что уволить работников просто, но затем найти новых сложно. Тем более, что старение европейского общества создает дополнительные проблемы. Поэтому предприниматели согласились на меньшую нагрузку или на гибкие формы труда. Тем более, что кризис в первой стадии носил парадоксальный характер. Реальное производство падало, но из-за очень высокой инфляции денежный оборот рост, росли и прибыли. Поэтому и зарплаты следом начали быстро расти. Но теперь инфляция уменьшается, и экономисты видят перспективы роста. Мы видим, что свободные мощности у предприятий есть. Также работники оставлены на рабочих местах. Если спрос вырастет, то возможности быстро нарастить объемы производства, конечно, есть. Но мы внимательно следим за одним обстоятельством, как изменилась эстонская конкурентоспособность. На нее отразились и возросшие в Эстонии расходы на рабочую силу. Они выросли очень быстро, и это серьезный фактор риска. Эстонская экономика ориентирована на экспорт, но вернуться на старые скандинавские рынки будет непросто. Тем более, что восстановление экономики сионных соседей затягивается. В общем, нужно смотреть правде в глаза. Прежнего экспорта уже никогда не будет. Или, во всяком случае, в обозримом будущем. Найти новые рынки также нелегко еще и потому, что за время кризиса, как ни странно это и звучит, мы перестали быть страной с низкими зарплатами. Во втором полугодии ситуация в экономике начнет улучшаться. Мы видим, что и наши предприниматели активно ищут новые экспортные рынки. Ведь раньше мы во многом были ориентированы на Скандинавию. Но в Швеции и Финляндии спад в экономике еще продолжается. Нужны новые рынки. Если мы их найдем, и если во всей европейской экономике дела пойдут налад, то наши стартовые позиции станут неплохими. Но в последнее время доходы предприятий уменьшились, а доля зарплаты в общей цене выросла. То есть производство стало дороже, и надо искать хорошие ниши, что предложить с новыми, более высокими зарплатами. Или сдерживать рост зарплат. Банк Эстонии привел еще один любопытный анализ, который касается ситуации на рынке труда для возрастных работников. Их стало больше. Есть статистические факторы. Рост возраста выхода на пенсию. Есть объективные. Прожить на одну пенсию непросто. В 2023 году наша пенсия в среднем составляла около 46% от предыдущего дохода, а в Европе от 50% до 60%. Но все же работодатели с учетом демокрафии предлагают гибкие условия труда для пенсионеров, и налоговая система в целом стимулирует работающих пенсионеров в сравнении с другими странами. В целом же надо понимать, что даже объективное улучшение экономической ситуации, так же, как и ожидаемое снижение учетных ставок Евробанка, не приведут, увы, к мгновенному улучшению жизни. Ложный оптимизм тут не уместен. Михаил Владиславов, Роман Васильев, Новости Таллина. Люди технических профессий скупы на громкие фразы, и если они их произносят, то это означает действительно историческое событие. Именно такое определение прозвучало вчера, когда журналистам были продемонстрированы поступившие в столицу новые электрические автобусы. Почему осуществленная мечта, задуманная несколько лет назад, считается историческим достижением в работе общественного транспорта, выяснил Вадим Малышкин. 15 новых полностью электрических автобусов прибыли в Таллин. И сразу стоит отметить, что это очень важная веха в истории общественного транспорта как Таллина, так и Эстонии в целом. Ведь это первые электрические автобусы в нашей стране. И Таллин, как всегда, является двигателем инноваций. Новые электробусы внешне выглядят привычно жителям Таллина. Однако в глаза бросается сразу же одна деталь. У автобуса отсутствуют зеркала заднего вида. Вместо этого используются видеокамеры. Да, автобус очень современный. Здесь и датчики дистанции, и камеры, которые показывают слепые зоны, электронные зеркала и многое другое современное техническое оборудование. Мне кажется, на таком автобусе будет очень удобно ездить. Данные автобусы способны проехать до 300 километров без подзарядки. Причем они намного тише обычных автобусов. Сидячих мест в таком автобусе меньше, чем в тех, которые курсируют по улицам Таллина. Однако комфорта стало больше. Мы себе пообещали два года назад, что одна из вещей, которую мы бы хотели улучшить, это качественное взаимодействие со всеми группами пассажиров. Для людей с ограниченными возможностями здесь имеется специальный пандус, который выдвигается нажатием одной кнопки. В салоне достаточно комфортно. Появилось место, куда можно положить сумки. Имеются розетки для зарядки смартфонов. 15 новых электробусов выйдут на свои маршруты в мае. Далее специалисты ТЛТ будут следить за тем, как этот общественный транспорт будет справляться в условиях нашего капризного климата. Городу необходимо обновить 190 автобусов. И после первых зим будет понятно, стоит ли заменить устаревшие автобусы именно такими электрическими моделями. Но уже сейчас ясно, что внедрение электробусов регулярного сообщения знаменует собой начало новой эры в общественном транспорте столицы и Эстонии в целом. А долгосрочной целью является полный переход на транспортные средства с нулевым уровнем выбросов. Вадим Малышкин и Хилари Кару. Новости Таллина. И вновь возвращаемся к теме выборов столицы. Несомненно, история с установкой крестиков в бюллетенях еще не раз возникнет в эстонском обществе. Но если, несмотря ни на что, новая коалиция продолжит работу, интересно выяснить, каковы могут быть ее перспективы. Об этом разговор с сегодняшним гостем, политологом Петром Таймом, который заглянул к нам в студию. И снова опять здравствуйте. Добрый вечер. Не могу не спросить. Я знаю, что когда вы были у нас в редакции, в студии в прошлый раз, вы заключили небольшой пари с моей коллегой на мороженое. О том, что все-таки Осиновский не будет мэром. Ну, получается, проиграли. Я даже так сказал, что не будет утверждено новое гору права. И проиграл. Принесли мороженое. Так что мороженое здесь в студии принес. Вы можете понаслаждаться сегодня мороженым. Петер, ну хорошо. Соглашение подписано. Все. Приступили к работе мэр, вице-мэра. Но насколько жизнеспособна эта коалиция? Все-таки очень трудно проходили эти переговоры. И у меня как бы два момента для удивления большого. Первое удивление, что вообще этот договор все-таки в конце концов подписали. Несмотря на то, что и Юрген Лиги делал, что лидер Исама Рейнзелу говорил. То есть все говорило о том, что это не состоится. И второй момент – это то, что все-таки мэра избрали. Неважно, конечно, сколько раз вся процедура делалась, но ее все-таки проделали. Но она через, знаете, пень-колоду шла все-таки. То есть вероятность того, что это не случится, до последнего момента все-таки я знал, что я мороженое к вам не принесу. Что будет наоборот. Да вот, будет наоборот. Но видите, все-таки это получилось. Но уже на фоне сегодняшних событий, сегодняшних новостей мы можем твердо сказать, что эта эпопея не кончилась. То есть нет такого, что просто утвердили новую гору праву Таллина, и они будут теперь воплощать в жизнь обещания или оставят их невоплощенными. Дело в том, что этот скандал все-таки очень разразился сильный. И я думаю, что здесь еще будет очень много новостей. И я не удивлюсь, если изменений тоже. Ну действительно, вот эти крестики, плюсики в бюллетенях, галочки, какие-то договоренности. Насколько это честно, правильно? А может быть и неправильно. Нет, мы не можем говорить, насколько это честно или неправильно. Если нарушен закон, то значит он нарушен. И поскольку мы знаем, что господин Кылвард все-таки спортсмен, и он будет бороться. И если все-таки в этой борьбе он может предъявить конкретные факты о том, что был нарушен закон, то, соответственно, будет все пересмотрено. Если мы оборотим свой взгляд в коалиционный договор, что вам кажется важным, новаторским, а может быть даже каким-то очень опасным для города? Никакого новаторства и опасности я особенно там не видел. Потому что единственная цель, вопрос-то не в том, что написано, какие слова в этом. Потому что во всех коалиционных, ну, будем честны, во всех коалиционных, будь это на местном уровне или на государственном, обычно мы развиваем, мы планируем, мы будем продвигать, мы будем развивать и так далее, и так далее. Все-таки главный посыл всего этого коалиционного договора это было то, что мы принесем изменения в руководство города. То есть мы будем делать так, как по-другому, чем это делала центристская партия. Вот это как бы главный посыл в этом. Является это опасностью или благом? Вот это отдельный вопрос. А является это опасностью или благом? Хорошо ли это? Ну, по всем этим намерениям, как я и говорил в прошлый раз, когда в гостях у вас был, что последние эти 20 лет, когда было единовластие центристов в городе, самой большой мечтой всех остальных партий было избавиться от центристов в Таллине, которые находятся у власти. То есть, если считать, что и с этим сопутствовало недовольство тем, что это как бы вотчина центристов, благодаря тому, что центристы, как бы они единовластия, они могут распоряжаться, как хотят, в том числе и кадровыми вопросами. И если считать, что недовольны были все остальные партии тем, как это все происходит, как назначаются разные люди на свои рабочие места, на посты, ну, если они считают, что это теперь было плохо, можно будет теперь получше сделать, ну, считаем, что это благо. Будем так считать. Это считают теперешние новые власти. И я, как политолог, могу только сказать, что как-никак мы можем эмоционально брать, и, конечно, может быть, за 20 лет и даже вот эти, так называемые, может, не самые компетентные люди, они превратились в компетентных людей, они все-таки справлялись, работаясь со своей в городе. Но, учитывая то, что теперь все-таки четыре разных политические силы реализуют эту власть, будет все-таки, наверное, вот выбор и назначение этих людей, ну, назовем так, конкурс будет более, скажем таким, глубоким и будет больше обращаться внимание на компетентность людей, которые будут назначаться на свои посты. Но если мы так учитываем или будем предполагать, что это так и останется, то я думаю, что вот именно вот эта целенаправленная политика на то, чтобы ни в коем случае не допустить, чтобы центристы были по власти в городе, они будут все для того сделать, чтобы все-таки эту коалицию сохранить. Несмотря даже на какие-то, может, недоговоренности или недопонимания, они все-таки будут находить какие-то последние консенсусы, чтобы остаться, даже не так, не остаться у власти, а не допустить центристов к власти обратно в Таллине. Петр, спасибо вам большое. Будем наблюдать за развитием событий. Будем смотреть, очень интересно. Разумеется, ситуация в столице вызывает повышенный интерес, ее обсуждают повсеместно, так что было очень важно выслушать одно из мнений, которое сегодня рассказал в студии политолог Петер Тайм. Ну а мы переходим к другим темам. Таллинн известен как идеальная среда для тестирования и инноваций. Здесь есть и специалисты высокой квалификации, высокий цифровой уровень. Работающая в столице программа «Тест ин Таллинн» опробована в Таллине, представляет нашу столицу как прекрасное место для разработки и внедрения новейших технологий. В ходе последнего тура программы «Тест ин Таллинн» были рассмотрены семь заявок, три из которых отобраны для дальнейшей реализации и подготовки к этапу тестирования. Илья Бань выяснил, каким именно технологии пройдут первую обкатку именно у нас. Таллинн не первый год предлагает эстонским и иностранным компаниям протестировать в столице свои новинки для развития устойчивого и умного города. В ходе последнего тура программы «Тест ин Таллинн» из семи заявок были выбраны три. Они отражают смелое стремление Таллина стать пространством для экспериментов и инноваций. Поддержку получила ирландская технологическая компания «Хейден». Она специализируется на решениях в области дорожного движения с применением столь актуального сейчас искусственного интеллекта. С помощью таких технологий можно в том числе обнаруживать, например, нарушения правил использования автобусных полос, что для нашего города, согласитесь, очень актуально. Среди компаний, получивших поддержку столицы, есть и отечественное предприятие «Сигнал». Оно планирует протестировать в столице два новых типа камер «Вектор P2P» и «Минирэк», которые впервые в Эстонии позволят регистрировать среднюю скорость движения на городских перекрёстках и отслеживать нарушения всё на тех же автобусных полосах. За помощь Таллина приходится бороться. Желающих немало. Выделяемые деньги идут точечно на проведение тестирования. На сегодняшний день мы уже на море. Измеряем векторы волн. Мы в мусорных баках. Датчики фиксируют объёмы мусора и скорость заполняемости контейнеров. Мы также в небе, постоянно увеличивая число дронов. Реально улучшить качество жизни горожан и гостей столицы может и идея испанской компании «Кесва» – тестирование датчиков шума. Разработанные компанией устройства уже прошли многочисленные испытания в Барселоне, но географическое положение Таллина даёт возможность протестировать оборудование не в тепличных испанских условиях, а в нашем сравнительно суровом северном климате. До сих пор в Таллине при составлении шумовых карт уровень этого самого шума моделировали. Теперь же появится возможность измерения настоящего и изматывающего многих уровней шума в городе, чего в настоящее время не хватает. Таллин поддерживает тестирование инновационных проектов до 12 месяцев, ещё раз доказывая, что по праву входит в число умных городов Европы. Илья Бань, новости Таллина. С сегодняшнего дня можно записаться в огородники. Причём вам не нужно ехать за город или искать подходящий дачный участок. Достаточно выйти из дома и оказаться на любимом городском огороде. Новый сезон в Таллине начинается с уникального события – открытие общинного огорода Пельгу. На его территории, оформленной в современном стиле, побывал Сергей Овченков и убедился, что съедобные растения там можно выращивать не только в ящиках, но и на небольших огородных участках. Итак, приём заявок открыт. Когда наша съёмочная группа приезжала посмотреть на начало строительных работ огорода, то это было зимой и трудно было представить, что весной тут откроется не просто живописный огород, а даже эдакий мини-парк. В специальных ящиках на огородных участках и в теплице самого большого современного городского огорода Таллина можно выращивать овощи и фрукты для своей семьи. Кроме того, здесь посажено множество плодовых деревьев и кустарников. Жители города также могут организовать в общинном огороде мероприятия, а у образовательных учреждений района появится возможность проводить обучение на открытом воздухе. Здесь могут заниматься огородом примерно 100 человек, а раньше здесь могли ухаживать за своими участками не более 40 человек. Мы с нетерпением ждём новых членов сообщества, которые разделяют нашу страсть к городскому огородничеству и готовы вместе с нами заботиться об этом прекрасном месте. Приём заявок для новых огородников открыт до 8 мая. При наличии свободных участков к деятельности в огороде Пельгу можно присоединиться и позднее. Чтобы стать членом огорода, необходимо заполнить электронную форму заявки, которая находится на интернет-странице, адрес которой вы сейчас видите на экране. На бумаге это можно сделать в управе Пыхья-Таллина по адресу карри 13 или в библиотеке Сыли по адресу Сыли 47-Б. Общественный огород в Пыхья-Таллине это не только посадка различных овощей, фруктов или растений, это также парковое место, куда люди могут прийти и поучаствовать в каком-либо мероприятии. Именно поэтому здесь также установлена и сцена. Данный огород по праву можно назвать пространством, где горожане могут объединиться, чтобы совместно заниматься городским огородничеством и общаться. Этот проект направлен на повышение экологичной осознанности и развитие чувства общности между людьми. Члены огорода могут использовать для своих посадок ящики или огородные участки. За порядок на общинных грядках, в теплице и общинном огороде отвечают все члены совместно. Ориентируемся на то, что люди сами какой-то контроль здесь имеют и наблюдают. Камерах мы здесь не устанавливаем, но они запланированы на Путу КВЛ, который тоже в будущем будет. Но, естественно, здесь мы как-то хотим все-таки научить людей быть ответственными. И если будут вандализмы, когда это случается, мы будем с этим как-то бороться. Не всегда они из-за плохого какого-то побуждения, просто из-за незнания. Стоит отметить также, что преимущество при распределении мест будет у жителей Пахиаталина, но при наличии свободных участков будут приняты и желающие из других районов. Поскольку огород работает на общественных началах, от каждого огородника также ожидается символический членский взнос и готовность снести свой вклад в благоустройство города. Сергей Вщенков, Андрес Лайгу, Новости Таллина. Ранняя зима или поздняя осень? Такой кажется сегодняшняя погода. Одна надежда на то, что весна наконец опомнится, но метеорологи советуют не прятать далеко зимнюю одежду, как ни печально это звучит. Субтитры создавал DimaTorzok без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,6 метра в секунду, температура воздуха от 1 градуса мороза до 1 тепла. В пятницу днем облачно, возможен небольшой дождь или мокрый снег. Ветер юго-западный 3,6 метра в секунду, температура воздуха от 0 до плюс 3 градусов. В ночь на субботу ожидается облачная погода, возможен легкий снег. Ветер юго-восточный 3,4 метра в секунду, температура воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса. В субботу днем сохранится облачная погода без существенных осадков, ветер в восточных направлений от 2 до 4 метров в секунду, температура воздуха от 1 до 3 градусов тепла. Такой выдалась нынешняя среда. Завтра новый день, новые события и, возможно, новые страсти. И за всем этим внимательно буду следить новости Таллина и я, Екатерина Плехова. А сейчас я с вами прощаюсь с пожеланиями прекрасного вечера. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok